и снова здравствуйте с вами вновь злобный павлик и этот облезлый зеленый стакан в котором давно уже остывший кофе несмотря на то что кофе я не люблю я больше люблю чай но сегодня с утра я не нашел чаю себя в офисе поэтому пришлось налить кофе а поскольку я его не люблю от я его уже пью несколько часов и он уже чертовски остыл но это не тема нашего сегодняшнего выпуска на тема сегодняшнего выпуска будет банки и вообще все что с ними связано сейчас я вам расскажу парочку занимательных историй из своей жизни случилось со мной забавная история на днях у меня попытались увести денежку с карточки но здесь это очень часто распространено кто-то попытался оплатить с моей карточки причем с моей рабочей карточки какую-то сумму в саудовской аравии черт его знает как туда попали данные но как-то попали мне карточку естественно заблокировали и сейчас я попробую каким-то образом ее восстановить банк мой закрыт мне нужно будет сделать новую как это сделать понятия не имею но вот сейчас будем спрашивать здесь банк drive through есть может быть они мне как-то помогут хай 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 у а юно на ай хэ в проблем майкану блокed because of fraud or something like you know and i receive the call from the office and they told me that i need a new one can you do it you want immediately because we don't have access to the debit card printer inside the lobby this is the detect motorbank okay it feels your weight i can tell you what oh okay uh where's this uh motorbank where is it yeah uh are you talking about the one in capel or the one in plano uh capel and play no it's final closer for you oh let me check play no right now it's about 50 minutes drive from here yeah sounds good uh can you tell me an address yes yes it's uh 5021 west park boulevard mhm and yeah ah okay i found it but will it be open right now uh the motorbank is open ah it's open okay and they attach to the lobby so they have the access to okay nice nice thank you thank you thank you bye 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 ну вот здесь карточку сделать не могут к сожалению но мне послали сегодня меня много раз послали в очередной раз меня послали куда-то еще сейчас поедем в другой банк они сказали что там такой же банк где можно прокатиться мимо но он как-то там связан с лобби и они мне смогут сделать карточку прям там на месте ну поглядим что будет господи как оттуда выехать а сейчас я вам расскажу еще одну интересную историю камеру меня конечно не очень наверно стоит сейчас я чуть переставлю по-другому и расскажу вам занимательную историю про банки в принципе так вот парочка слов о банках здесь а понятное дело что банки созданы для того чтобы решать ваши нужды до сервис здесь очень даже хороший то есть вас прям реально любит когда-то в банк приходите у вас любят до тех пор пока не возникло вас никаких проблем как и везде абсолютно одинаковая история значит случился такая непонятная ситуация у меня взяли тут что-то ни с того ни с сего и закрыли счет в банке счета там не показалось что что-то у меня там не то черт его знает что им показалось но было это в сентябре прошлого года благополучно прислали мне письмо говорят дружище мы тут закрываем твой как мы так вот решили без объяснения естественно причин но вот там у тебя были некоторые деньги мы эти деньги тебе отправим чеком хорошо сижу жду чека нет неделю нет две недели нет прихожу в офис говорю ребят чет не то ну как бы деньги бы неплохо вернуть да 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 сейчас будем разбираться звонят ой вы знаете там тут на месте никто не решает ничего офисе нужно обязательно звонить куда-то там непонятно центральный офис какой-то короче все централизовано максимально ну и вот звонит этот менеджер который мне открывал счет там так и так сейчас разберемся чё там такое происходит у вас дозвонилась туда ей там что-то сказали говорят типа там мы смотрим что-то странное с аккаунтом похоже на какой-то там фрод но это как это господи как это по-русски забыл мошенничеству мошенничество там какое-то похоже что-то не то нам что-то не нравится поэтому давай дружище мы сейчас расследуем что такое и дальше уже мы тебе вернем деньги ну на самом деле у меня уже были такие случаи действительно там кто-то пытался у меня деньги снять и заблокировали аккаунт быстренько расследовали и как бы все разблокировали здесь очень беспокоится здесь банк сто процентов отвечает за ваши деньги это значит что если если вдруг случится такое что у вас деньги у своруют аккаунта банком сто процентов их вернет то здесь не нужно очень долго бегать и разбираться что же там деньгами у вас случилось и пытаться как-то их вернуть договариваясь с теми кто их украл нет здесь банк страхует ваш ваши деньги сто процентов вот а дальше он вам выдает денежку на карточку как кредит вешает ну я виду просто как кредита как временно выдает значит эти средства а потом если вдруг признается что данная транзакция была не ваша то есть они расследуют сами и разбираются если транзакция была действительно не ваша если вы не виноваты в том что деньги с вас списались то есть вы не добрали не давали добро на эту покупку тогда все деньги остаются у вас и банк принимает эти убытки на себя дальше он или вернет и деньги не вернет это уже как банк сам отработает вот так вот значит я думаю ну хорошо сейчас что-то расследовать может там что пытался украсть фиг его знает вот месяц проходит другой месяц проходит я опять в банку ребят счет не то мы расследуем гречу расследовать это объяснить хоть чем дело то мы расследуем там этот департамент который занимается мошенничествами всеми этими ой к ним даже не подойти поясними даже не поговорить ой вообще-вообще и черт побери думаю ты что ж такое то ну ладно вроде как ну куда деньги денутся но сейчас не горит не горит хорошо ну пусть расследует позвонил еще пару раз ругался там вроде как ну там ругаться бесполезно что там сверчки сидят на трубке правильно ты ему хоть говори хоть нет у них есть свой скрип ну и ну бесполезно уже ну ладно чувство ну и вот сегодня с утра у меня было сексуальное настроение ну не в том в том смысле что хотелось кого-нибудь как следует прям вот устроить головомойку скажем так вот и звоню звоню радует в связи с коронавирусом все линии перегружены ну как обычно это я к чему это я к тому что в банках везде нужно долго ждать да я просто делать 40 минут прослушал их музыку дальше отвечает какой-то оператор говорит бла-бла-бла чего такое такой-то я такой-то назвал там все свои регалии которые нужно было чтобы они подтвердили что это именно я ну и далее но мне говорит типа чем проблема я говорю проблема в том что вы у меня деньги сперли полгода назад уже и не хотите возвращать не понял ну вот тут так вот рассказал ему всю ситуацию вот этот товарищ хорошо я сейчас узнаю все и отвечу вам подождите типа на холд хорошо еще 40 минут я слушал музыку до этого уже час 20 я просто слушаю музыку через 40 минут он мне о извините это чуть дольше чем я полагал да пипец не то что дольше это уже вообще просто кошмар какой-то еще чуть-чуть подождите ну а чё делать то я уж час 20 здесь это хорошо и дальше опять сваливается еще куда-то 20 минут через 20 минут он говорит ой вы знаете я тут вот супервайзер на линии старший мой вот сейчас он с вами поговорить а я типа отклоняюсь все больше не могу решить ваш вопрос там супервайзером хорошо там здоровается опять барышни говорит представьтесь но они все любят идентификацию чтобы еще раздел кей все им сказал ведь в чем вопрос я говорю вопрос то что вы у меня уперли деньги полгода назад и не возвращаете я уже тут и в полиции был и юриста нанял сейчас буду на вас в суд подавать но вот последний вам звонок они ой ой вы знаете я не могу решить вопрос давайте я вас переадресую какому-то там еще выше начальника хорошо но правда всего лишь я 15 минут послушал музыку поднимает трубку какой-то мужик да я тут прям начальников начальник и мочалок командир чё за вопрос опять представляешься опять мы говоришь вот такой то вопрос вот вы у меня деньги заблокировали возвращать не хотите считаю что это с вашей стороны как раз уже мошенничество поэтому я сейчас обратился в полицию и я как бы нанял юриста и сейчас будем в суд подавать на вас за это дело ой вы знаете я не могу решить этот вопрос это очень серьезный вопрос я вас сейчас в главный офис переадресую прям я не знаю там видимо прям какой-то в башенке сидит принцесса наверное она самая главная она управляет ну давайте переадресовывайте ну еще 15 минут я посидел и того получается да там что почти уже два часа набежала сиденье моего послушать музыку ой женщина поднимает трубочку я вообще я прям я начальник мой до дыра ну то есть понимаете да выше некуда уже вы прям самый главный офис попали отлично как решать вопрос а какой у вас вопрос но все тот же она а я правильно подняла что вот вы жалуетесь на то что мы вам деньги не отдаем да правильно но вы знаете а они в расследовании и грудане полгода в расследовании я знаю я уже вам сто раз звонил сто раз к вам приходил толку никакого поэтому я уже устал мне нужна четкая дата когда вы отдадите мне деньги или же я буду уже как-то продолжать свои действия и они будут нехорошие вы знаете я поняла давайте мы сделаем так вы сейчас как бы вы жалуетесь на то что мы вам не отвечаем вы вообще знаете за что их заблокировали если бы я знал говорю вы же просто отмекиваетесь от плевать меня и в общем-то обращаетесь со мной как с очень плохим человеком а я же вам ничего не сделал вот хорошо значит в этом ваша жалоба я говорю жалоба в том что деньги вы не возвращаете типа не надо подменять понятие но то что вы мне не даете никакой информации да мне это не нравится давайте я сейчас оформлю жалобу официальную вот вам будет прям номерок на нее я вашему прям данные контактные передам комиссии по жалобам я уж черта знает что это комиссия такая в общем прям мы сейчас разберемся прям вообще прям сейчас разберемся ну давайте оформлять в общем взяла мой телефон как будто на его не знал да еще раз мои контактные данные все записала записала вопрос которую меня салат с вами свяжемся но мы не можем вам дать временные сроки когда с вами свяжутся вот эта комиссия думаю блин сроков никто вообще никаких не дает главное деньги забрали сроков никаких не дали что-то мне это напоминает по-моему я со сбербанком точно также бодался ну ладно говорю хорошо я пока подожду посмотрим что дальше будет ну вот как бы два часа разговора и никакого результата как вы понимаете да собственно это я все к чему это я все потому что черт побери мне такое ощущение что банки везде одинаковые ну вот такая вот интересная история а сейчас я продолжаю двигаться к другому банку где открыт мой счет в моей компании и попробую все-таки сделать сегодня карточку лишь у меня хоть где-то что-то сегодня удастся сейчас подъедем покажу как это там происходит вот так выглядит drive-thru здесь вы можете заказать денежки чеки ну и прочие услуги банка не выходя из машины америка страна где все можно сделать не выходя из машины hi how are you uh you know I've received a message that this was some fraudulent things happened with my credit card so it was just blocked and I need new one can you do it ok у меня еще права просроченные ну вот через 5-10 минут мы сделают новую карточку и все никаких проблем но если честно я уже скучаю по походу в банк в банк приходишь тебе улыбаются кофе предлагают а здесь сидишь как дурак в машине ну какое удовольствие но никакого вообще как-то прям даже теряется вот это удовольствие что ли здесь банки богатые такие кожные кресла телевизоры все красиво все для людей и деньги ну вот и все все старую карточку забрали новую карточку выдали даже не сказали что удостоверение просроченная ну что сейчас попробуем воспользоваться новой карточкой вот он банкомат проверим как она работает здесь он 20 будет выдавать не хочу брать денег ну в общем все операция удалась а с удостоверениями у нас здесь вообще забавно и у меня вообще все просрочилась у меня просрочилась разрешение на работу у меня просрочилась мои права просрочились что-то там еще просрочилась уж не помню сейчас портал я посмотрю куда мне ехать дальше надо съездить к нотариусу документы заверить так вот все просрочилась внимание как говорится вопрос и что же с этим делать и я напрягся потому что ну штрафы то здесь приличные за то что ты с документами просроченными ездишь да и вообще жить невозможно потому что здесь все завязано на право как такового паспорта здесь люди по большому счету не получают если можно вообще без паспорта жить спокойно потому что если не нужно ездить за границу то тебе паспорт здесь вообще не нужен все делается по единому удостоверению личности это право вот причем ну имеется это право на управление транспортным средством причем если допустим вы не хотите получать права или вас лишили прав или же вы еще несовершеннолетний вы можете получить практически такой же документ такая же карточка только она не дает право управлять автомобилем но это тот называется айди дал документ удостоверяющий личность то есть по большому счету здесь паспорт не нужен так вот права просрочились а демв это место где выдают права она закрыта закрыта потому что коронавирус и естественно никто не хочет там личного какого-то общения да и его закрыли и я тут напрягся я понимаю что я права сделать не могу и еще делать то дальше вообще жить то невозможно захожу на сайт потом обычная бумажка говорит типа распечатайте это и возите с собой все документы которые просрочились у вас продлеваются на 60 дней или же до следующего уведомления то есть до тех пор пока мы не открылись до тех пор пока мы не начали работать считайте так что с момента как у вас закончились закончилось ваше удостоверение плюс еще 60 дней или же мы там дополнительно еще продлим этот срок если вдруг понадобится вот все полиции все органы уведомлены об этом но горит на всякий случай возить эту бумажку вдруг там чего вот я ее распечатал баллы в банке показать а так тут даже алкоголь вот идешь в магазин и думаешь я я не алкоголик не подумайте ну иногда хочется вина и купить думаешь продадут тебе в этот раз вино или не продадут потом будет на кассе ставить какой-нибудь товарищ дать не знаю ведь не виду вот а это что касается документа да но с разрешением на работу такая же история тоже отправил разрешение на работу черт побери никто же не работает юсс это иммиграционная служба которая выдает разрешение на работу она тоже не работает не принимает ничего хотя все должно быть по почте но даже по почте вот я отправил получается какого-то там 31 мая что ли и до сих пор ничего вообще никакого движения нету статус не меняется не знаю но тоже пристали бумажку если вдруг чё то на 120 дней поскольку вы уже подали прошение 120 дней ваша старая еще действует возите тоже собой вот и теперь кучу с собой бумажек всяких индульгенции вожу на предмет того что это действует и это действует и я вообще хороший законопослушный гражданин только ради бога как говорится дайте работать вот такие вот дела так у нас происходит все по коронавирусу тоже забавная история мы в общем-то зала открылись все открываются до появился всплеск появился всплеск заболеваемости но вроде как все настроены решительно что надо все-таки открываться и по крайней мере пока разговоров о том что приостановить движение нету а да тут cdc это наша служба по борьбе с заболеваниями по контролю заболеваемости выпустила документ укороченный документ по тому как должны те или иные заведения выходить из нос этого карантина да то есть выходить там поэтапный выход все расписано выпустила укороченную версию его длинная версия не понравилась так вот укороченная версия это 80 листов длинная была 86 но серьезно прямо исправили вот прям чувствуется да ребята поработали когда не выпустили первую свою версию на 86 листов белому дому не понравилось слишком детально очень прям специфично давайте-ка сделаем как-то ну более документ такой для всех простой для чтения и такой длинный ну вот они сократили на целых 6 страниц теперь это 80 страничный такая книжка потому как там расписано все как спортивные залы должны выходить все этапы расписаны где сколько народу должно быть как санитайзером обрабатывать в общем страшное дело у нас сейчас тренажерном зале я правда еще сам не был не пока не могу свою психику травмировать но в тренажерном зале сделали следующее значит сказали что вы можете заниматься вроде как сначала нужно было регистрация машин но теперь регистрироваться не надо причем пускают всех я уж не знаю как они там контролируют количество людей но пускают сейчас всех но при входе сразу тебя посылают в туалет говорят быстро мыть руки ты бежишь бежишь моешь руки после того как ты помыл руки тебя обрабатывают санитайзером в общем прям внимательно внимательно следят только что маску не надевают но бассейн открыт бассейн открыт детские вот эти вот игралки всякие там открыты правда количество детей они как-то регламентировать собрались ну в общем в общем забавная история как бы тренажерный зал работает вот я наверно следующей неделе уже пойду тренажерный зал наши многие кафе уже стали работать на 50 процентов загрузки насколько я понял хотя официально я не слышал что это разрешили но судя потому что я вижу явно больше столиков стало свободных не зачеркнутых как неиспользуемые вот поэтому и на дорогах машин стало ну просто какой-то капец опять пробки возвращаются в общем судя по всему для того чтобы не было такого как в мичигане наши власти будут побыстрее открывать штат чтобы люди возвращались к работе хуже нету когда человеку нечем заняться да когда человеку нечем заняться он начинает думать про всякие революции не дай бог не дай бог надо людей занять чем вот этим наш мэр и губернатор и занимаются а на сегодня это все надеюсь вам понравилось было полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал обязательно пишите комментарии что бы вам еще хотелось узнать до новых встреч